В этом видеоуроке мы научимся делать шерсть. С ее помощью можно делать ковры или траву. Мы сделаем на примере ковра. Итак, для начала создаем нашу плоскость. Это у нас и будет ковром. Количество сегментов лучше задать один на один. Это не обязательно может быть плоскость, это может быть какой-нибудь произвольной формы вообще. Можно, например, нарисовать лайн. И применить к нему и дитпл поле. И вот, к этой плоскости также можно применить, из нее также можно создавать ковер. Но мы возьмем простую квадратную плоскость. Итак, затем также идем в панель Create, Geometry, V-Ray, V-Ray for Mech. Теперь на сцене появилось два объекта. Это плоскость и сам мех. Нам нужно переключиться на Render V-Ray. Это мы делаем в Render Setup. В вкладке Common в самом низу свиток Assign Render. Напротив Production выбираем Render V-Ray. И можно уже при рендере посмотреть, что у нас получается. Вот мы видим наша трава. Переходим в свойства травы. И видно, здесь мы можем настроить длину, сделать ее подлиннее. Это толщина. Это гравитация. Она влияет на то, насколько они притянуты к земле. Это волоски. Bend влияет на изгиб. Это влияет на сужение. То есть, если мы поставим единицу, то мы увидим, что к концу у нас волосинки сужаются. Сейчас приближу. Вот, на конце они острые. Если мы вернем обратно 0, то мы увидим то, что они не сужаются. Вот. Ну, как правило, они все-таки сужаются, поэтому здесь поставим единичку. Это количество полигонов. На изгиб. Если мы поставим меньше, то мы уже увидим некоторые квадратики. Ну, мы уже увидим полигоны. Так. Здесь нужно значение гравити покрутить, чтобы оно встало в обратную сторону. То есть, волоски станут плоскими, если мы сделаем им мало полигонов. Ну, в принципе, 4 вполне хватает. 4, 8 нормальное значение. Я ставлю 8. Если у вас мало волосиков, как оно считается, или они редко стоят, то вот это значение позволяет увеличить их количество. Допустим, увеличим их в 4 раза. Допустим, нам нужно, чтобы трава росла нерегулярно. Для этого забежим немножко вперед и познакомимся с картами. Создадим материал. V-Ray. Для этого в редакторе материалов, чтобы его открыть, нужно зайти вот сюда, вот нажать на эту кнопку или нажать кнопку M на клавиатуре. Заходим в свиток Materials, V-Ray, и создаем V-Ray материал, V-Ray MTL. Также создаем карту. Maps, Standard. И давайте вот этот вот чекер. Это черно-белая карта. Берем за кружок карты и перетаскиваем ее на diffuse. Теперь выделяем нашу плоскость, не траву, а именно плоскость. Выделяем материал, который у нас получился. Вот этот вот большой. И нажимаем применить к выделенному. Также выделяем нашу карту и нажимаем отобразить материал во вьюпорте. Теперь мы видим наш материал во вьюпорте, но он слишком мелкий. Убираем галочку Real World Map Size, и мы видим то, что вот у нас здесь черная, здесь белая. И если мы перетащим вот эту вот карту в настройки нашего меха, то здесь у нас травы не будет. Ну, если мы перетащим карту длинной, например, то здесь длина травы будет нулевая, а здесь она будет максимальная. Итак, допустим, перетащим сюда. И вот мы видим то, что на белом трава растет, на черном она не растет. Независимо, какой материал на самом деле лежит у нас на плоскости, мы можем применить к плоскости зеленый там цвет. Например, создадим зеленый материал. И применим его и к плоскости, и к траве. Но мы все равно видим то, что по-прежнему трава здесь растет, а здесь нет. Точно так же мы можем, например, не эту простую карту, а любую другую. Не обязательно карту, можно вообще любой рисунок сюда перетащить, любую фотографию. Например, где градиент. Вот, карту градиента применим к нашему меху. Тоже к длине. Заменим чекер на градиент. И сейчас мы увидим то, что здесь длина нулевая, и она потихонечку увеличивается до максимальной длины. Особенно это видно в профиле, естественно. Но, допустим, у нас сейчас везде будет длина одинаковая. Вот я удалил карту отсюда, и длина у нас сейчас одинаковая. Сделаем чуть-чуть побольше изгиб. И у нас есть карта изгиба. Вот Band Map. Перетащим сюда. И отрендерим. И вот мы видим то, что слева у нас травинки вообще не изогнуты, а справа изогнуты. И потихонечку у нас переходит из прямых травинок в изогнутые. Можем применить карту, например, Noise. Это рандомная карта. Также перетащим ее, например, в Band. И мы увидим то, что сейчас рандомно. Где-то волосики прямые, где-то изогнутые. Давайте скопируем ее на длину, чтобы это было более наглядно. Так, здесь нужно однозначно настроить это наложение карты. Возможно, оно не в масштабе немножко. Давайте посмотрим, как эта карта лежит на плоскости. Применим к плоскости вот этот материал, к которому применена вот эта карта, Noise. И сделаем карту, Noise, видимой во вьюпорте. Вот, она вроде как стала видимой. Но мы ее не видим. Поэтому давайте попробуем поменять размер нашей карты. Угу. Вот, поменяли размер нашей карты. И теперь мы увидим то, что рандом у нас все же будет. Да, вот мы видим, на черных участках трава меньше. По длине, а на белых она по длине максимально. Таким вот образом можно создавать неравномерную, а достаточно рандомную и реалистичную траву, ковры или любой другой мех, где нужен массив. Таким вот, волосик. Продолжение следует...